Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломицу, пастору Церкви «Слово Благодати». Пастор Алексей, существует очень много толкований о том, что будет в последнем времени. Вот скажите, какому из них можно верить? Прежде всего мы должны иметь ясное понимание того, что Библия написана для нас, чтобы мы могли иметь представление о смысле жизни, о цели ее, и самое главное, о том, как обрести спасение во Иисусе Христе, и как иметь жизнь во имя Иисуса Христа, жизнь, просвещенную спасением, которое дает Христос. И поэтому в Писании открыто для каждого из нас достаточно для того, чтобы сориентировать нашу жизнь в общем. Когда мы говорим о толкованиях о последнем времени, нам прежде всего нужно остановиться на том, что представлено в Писании достаточно ясно. Вне всякого сомнения Библия ясно говорит о том, что будет второе пришествие Иисуса Христа. Об этом говорится в Ветхом Завете, который представляет это событие, называя его Днем Господним. То есть какие-то апокалиптические события, которые подведут финал или подведут черту под историей человечества. Во-вторых, сам Иисус говорит, когда Он возносится перед тем, как Он вознесся на небеса, Он, обращаясь к ученикам, говорит о том, что Он придет опять. Вот точно так же, как Его видели возносящимся, вот точно так Он придет снова. В-третьих, мы видим в посланиях апостолов, они снова и снова говорят о том, что Христос придет опять. Ну и самое, наверное, детальное представление событий последнего времени мы видим изложенной в книге Откровений. И книга Откровений тоже говорит нам о том, что Иисус придет опять, Иисус вернется. Второй очень ясный элемент, связанный с последним временем, это Великий Суд. В 20 главе книги Откровений ясно сказано о том, что будет Великий Белый Престол. И пред этим Великим Белым Престолом, на котором Бог, Создатель Неба и Земли сидит, предстанут все люди, которые когда-либо жили на земле. И люди, написано, что будут судимы, кто не был записан в книге жизни, будет вежен в озеро Огненное. Об этом тоже сказано ясно. Кроме того, ясно сказано о том, что все искупленные Иисусом Христом, все те, кто принадлежит Богу по причине того, что они однажды приняли Сына Божьего верою, и Он стал их спасителем, искупителем, что все эти люди, они будут наследовать вечное блаженство с Богом. И об этом опять-таки сказано во многих местах Ветхого Завета, и Нового Завета, и Посланий. И, конечно, в книге Откровений, в частности, 21-22 главы представляют это достаточно ясно. Так вот, это то, что ясно в Писании. Кроме того, в Писании есть целый ряд событий, которые связаны с последним временем, или апокалиптические события, которые представлены с меньшей степенью ясности. То есть, эти события упомянуты, и эти события как-то позиционированы, они играют какую-то роль в общем плане того, что мы ожидаем. Но существуют разные возможности интерпретации. Поэтому, когда мы говорим о подобных вещах, мы должны прежде всего стоять твердо на том, что ясно. Во-вторых, мы должны подходить более осторожно к тому, что менее ясно. И здесь также мы подходим ко всем этим вопросам, исходя из большего количества текстов Писаний, которые поддерживают то или иное событие, или ту или иную интерпретацию этого события. Мы должны смотреть на общую роль и общее место этой интерпретации в общем плане искупления. Мы должны взвешивать, какую задачу это событие играет в общем Божьем плане, когда Он заботится о спасении наших душ. И когда мы сможем расставить эти все вещи достаточно точно, то тогда у нас не будет возникать споров и не будет возникать какого-то смущения относительно этих тем. На мой взгляд, одна из основных проблем, почему возникают непонимания и споры в этой сфере, как раз и заключается в том, что вот те вещи, которые представлены менее ясно, они приобретают в системе верования человека или группы людей слишком большую ценность. Поэтому, когда мы фокусируемся на том, что ясно и том, что главное, мы будем в безопасности. У нас будет ясная уверенность во всем, что нам необходимо для нашего спасения и для нашего ожидания Иисуса Христа. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.slava.org. Благослови вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok